Начать сегодняшний эфир хотел бы словами свежего поста главнокомандующего Валерия Залужного. Он опубликовал эти строки на фоне слуха в обуву отставки, об этом, конечно, сегодня поговорим. Залужный написал так. «Нам еще будет очень сложно, но уже никогда не будет стыдно. Верим в лучшее, мы его уже заслужили». Некоторые называют эти слова Залужного чуть ли не прощанием, что вы о них думаете, оставляйте ваши мысли в комментариях. Впрочем, как и слова поддержки главнокомандующими вооруженными силами. Ну а что может означать вероятная отставка главнокомандующего и изменит ли она что-то? Говорим сегодня с израильским военным обозревателем Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. У Давида тоже есть собственный YouTube-канал, ссылку на него вы найдете в описании. Ну и по традиции рекомендую всем подписаться на наше медиа-сообщество. Дмитрий Гордон, Олей Сабацман в гостях у Гордона. Пока вы ставите лайки этой беседе, чтобы большее количество людей увидело наш сегодняшний разговор, расскажу вам, что Владимир Зеленский, получается, впервые подтвердил, что думает над заменой главнокомандующего Валерия Залужного. Хоть и довольно косвенно, да, то есть Зеленский сказал более общее. Нам нужна перезагрузка, смена руководства и не только военного, конец цитаты. Но понимаем, что и военного в том числе. В целом, Давид, может ли что-то изменить смена главнокомандующего, да, и к чему она может привести? Конечно, может изменить, может изменить к худшему, теоретически может изменить к лучшему. И здесь давайте прогнозировать, я бы считал со своей стороны неэтичным и неправильным оценивать сугубо политические или какие-то личностные моменты. Давайте чисто с военной точки зрения касательно главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Когда во время войны, во время войны, где сталкиваешься с очень серьезными проблемами, меняешь главнокомандующего, какими бы ни были личные и политические моменты, это может происходить только из единственного соображения. Ты уверен, ну или скажем так, уверенным на 100% быть нельзя никогда, что почти наверняка, я не говорю наверняка, почти наверняка будет лучше. То есть кандидат, который заменит Валерия Залужного, окажется более соответствующим занимаемым должностям. В идеале неком, даже может быть прекрасный действующий командующий, а вот если знаешь, что кроме кого назначат нового, он прям будет еще лучше, почему бы и нет, даже если командующий прекрасен. Ну и вот здесь мы упираемся в первый вопрос, из-за того, насколько я слежу во военными действиями украинцев в Украине, и в том числе опираюсь на источники в украинском, в том числе среди украинских военных, которые оценивают своих генералов, и в том числе и Залужного. Насчет того, что кандидат, пока мы не будем называть имен, кто бы он ни был, что он будет лучше Залужного с точки зрения чисто военной компетенции, на этот вопрос, скажем так, и у тех, у кого я слушаю, прислушиваюсь, и у меня лично сомнения серьезные. Я не говорю об этом утвердительно, что вот никто не может быть лучше Залужного на этой должности, но я постараюсь выражаться вот так вот обтекаемо. На этот счет все соединяются с сомнением серьезные. По поводу еще есть еще один момент. Генерал Залужный пользуется доверием, насколько я понимаю, довольно широким доверием в армии. Возможно, естественно, к нему есть те или иные претензии, возможно, кто-то и в армии считает, что другой был бы лучше. Тем не менее, в целом и в общем, насколько я со стороны понимаю, доверие к нему велико. И велико доверие в обществе. Соответственно, снятие его с должности – это серьезное потрясение и для армии, и для общества, без связи с тем, насколько успешным будет будущий кандидат. То есть здесь и сейчас это довольно серьезное потрясение, которое прямо и косвенно не может не сказаться на общей ситуации, в общем климате в Украине, я говорю, политическом, общественном, и косвенно, в общем-то, и косвенно, на боеспособности. Еще один момент я бы хотел отметить. Генерал Залужный проявил себя с лучшей стороны, безусловно, в начале войны, в первый год войны. Он абсолютно тогда доказал, что он на своем месте. В последний год, в 23-м году, естественно, Украине не удалось достигнуть поставленных целей на поле боя. Что поделать? Наступление завершилось неудачей. Даже если часть решений принимались под политическим давлением, я имею в виду, военных решений. Тем не менее, генерал Залужный в тот момент, когда он отдает приказ и утверждает план, даже если с чем-то он не очень соглашался, в итоге это его ответственность тоже. Важно понимать, он, как и любой военный, как и любой человек, конечно же, допускал ошибки. И в том числе было неудачное наступление, были и другие вещи, которые, видимо, могли бы быть лучше. Тем не менее, я еще раз и на свое собственное мнение, и того, что я слышал, и кого уважаю, несмотря на сказанное, что были неудачи, и за них тоже несет ответственность за Лужный, за успех несут, у успеха много отцов, у неудачи, как всегда, сироты. Но, в общем, ощущение и понимание, что он не на своем месте, что он не соответствует занимаемой должности, вот нет на данный момент, несмотря на сказанное. Поэтому ситуация, поэтому такого рода решения, на первый взгляд, на первый, я опять-таки, обтекаемо выражаюсь, выглядит проблематичным, если подводить итоги, и с точки зрения, насколько я понимаю, союзников Украины, и вот таких вот не только сугубо личных и военных качеств. В общем, если произойдет замена командующего вооруженными силами Украины, меня бы очень удивило, что в свете того, что даже уже президент Зеленский буквально озвучил, про вот взвешиваю, во многих странах вот такое взвешиваю бы означало стопроцентное решение. Я не знаю, что будет здесь, но будучи тому, кто сменит заложного на должности, предстоит очень непростая работа, мягко выражаясь, всегда его работаю, и Зеленского тоже. Если будут какие-то неудачи, будут сопровождать вопросы, а что бы было бы, если бы Зеленский не снял заложного, ему предстоит доверие общества и армии завоевать, что непросто. Возможно, это будет человек, у которого и так багаж доверия велик, но тем не менее, задача сложнейшая, и она будет осложнена дополнительными вопросами. Впрочем, вопросы не важны. Важно, чтобы деятельность этого человека, этого офицера в качестве командира, командующего вооруженными силами, была квалифицирована и успешна, и тогда это позволит, скажем так, забыть негативные аспекты, которые сопровождают это дело. Ну а пока, я же говорю, пока это выглядит проблематичным, и я не какая-то политических и личных моментов. Абсолютно с вами согласен. И вот, Давид, The Washington Post писали со ссылкой на свои источники о разговоре между главнокомандующим Залужным и верховным главнокомандующим Зеленским уже после того, как появились в СМИ слухи об отставке Залужного. Якобы Залужный тогда, ну вот в разговоре с президентом, заявил, что на самом деле его отставка или приход нового главнокомандующего не изменит три ключевые проблемы, с которыми сейчас столкнулась Украина. Это нехватка вооружения, боеприпасов и людей. И вот говорит, что при таких обстоятельствах любой другой человек, он все равно столкнется с этими проблемами, и выйти из вот этой тупиковой ситуации будет сложно. Действительно ли смена главнокомандующего все равно не решит вот эти вот три ключевые проблемы, и являются ли они ключевыми, по вашему мнению, да? Нехватка вооружения, боеприпасов и людей. Значит, ну, во-первых, это можно вооружение и боеприпасы можно вообще объединить в одну, естественно, в одну проблему. И здесь понятно, что ни личность командующего вооруженными силами Украины, не от нее зависит то, ну, в подавляющем большинстве сценариев, что Украине поставят. Да, это решение принимается по другим причинам и на другом уровне. И здесь, конечно же, влияние, будь то заложенный, будь то кто другой, практически нет. По поводу людей, это тоже другое. Тут речь идет о споре, насколько я понимаю, между, собственно, президентом и командующим армией, который хочет и требует, чтобы мобилизация шла успешнее, мобилизация шла интенсивнее, дабы было больше людей, потому что количество в этой войне играют серьезную роль. И плюс нужно глядеть в будущее, даже ближайшее, среднесрочную перспективу, учитывать потери, учитывать возможности России нарастить численность своих вооруженных сил, чтобы было чем парировать, а времени ведь нельзя же призвать внезапно и через неделю парировать. То есть какие-то вещи в плане боевой подготовки и других дел должны делаться за годы. Поэтому здесь разногласие достаточно понятное и важное. Естественно, от того, что будет это заложенный на посту или кто-то другой, люди не прибавятся. Люди зависят здесь, зависит все уже от политического решения и согласия между военными и президентом и его командой. Но, безусловно, от личности главнокомандующего зависит, как распоряжаться имеющимися ресурсами. И здесь, конечно же, могут быть, тут я чисто уже философски рассуждаю, те ресурсы в рамках дефицита, которые есть, зависит очень многое от командующего армии. И он может их использовать лучше, может хуже. Соответственно, один человек может использовать, сейчас это чисто технический момент, лучше и хуже. Поэтому здесь как раз какие-то изменения могут произойти. Вопрос, должны ли произойти с большей вероятностью изменения к лучшему. И вот на этот вопрос у меня ответа нет. Из того, что я слышал и того, что могу наблюдать, сложно сказать, что с большой вероятностью произойдут перемены к лучшему, а некие перемены к худшему или, скажем так, негативные аспекты, они, по крайней мере, на поверхности. Так мне это выглядит. Друзья, что вы думаете? Оставляйте ваше мнение в комментариях. Действительно, очень интересно. Вопросы очень чувствительные. Мы будем двигаться дальше. Помню, как в начале ноября главнокомандующий Залужный говорил о том, что, грубо говоря, ситуация на фронте зашла в тупик. И теперь этот же тезис повторил и президент Украины. Зеленский заявил, что война на суше зашла в патовую ситуацию. И это факт. Такая вот была цитата, которая изначально появилась в СМИ. Позже в офисе президента поправили, что, мол, Зеленский в оригинальной версии интервью сказал, что сейчас ситуация на фронте находится в состоянии стагнации. Но в целом мы смысл понимаем. И президент аргументировал, говорил, что все это, собственно говоря, из-за задержек с поставками военной техники. Вот эта характеристика, да, патовая ситуация или ситуация стагнации. Действительно ли мы ее сейчас наблюдаем? И могут ли быть какие-то изменения без существенного наращивания, может быть, даже новых видов вооружения со стороны партнеров по форматурам Штейн? Позиционная. Я бы не торопился со словами стагнации или патовая. Это позиционная война, когда каждая из сторон, стороны, с одной стороны, нарастив опыт и возможности, причем опыт, это и количество техники, это и непосредственно боевой опыт, это и оборонительные сооружения, пришли к тому, что сложно добиваться серьезных побед на поле боя. И, кстати говоря, такая ситуация может продолжаться. Мы имеем множество примеров из истории войн, в том числе ирана иракской, которые очень часто не без оснований сравнивают с нынешней российско-украинской войной. Так вот, здесь иногда, если стороны прибавляют одинаково или плюс-минус одинаково, хоть и получая новые системы вооружения или технику и боеприпасы, все равно такой вот стагнационный период борьбы войны на истощение, войны позиционной может продолжаться все равно. Будет ли, чтобы произошли какие-то изменения, стороны кто-то должен получить преимущество. Это преимущество должно быть или количественным, или качественным, вернее, комбинацией этих возможностей. При этом мы не видим, что Россия может приложить, несмотря на ее больший потенциал, я имею в виду в плане мобилизационного состава, у нее есть свои объективные и субъективные проблемы, что такое подавляющее явное преимущество она может получить. Только это может произойти в среднесрочной перспективе, если Украина не получит крупные пакеты помощи, в том числе от Соединенных Штатов, вот то, что запланировано, и то, что застряло в Кандрис. Скажем так, путем к тому, чтобы произошло качественное изменение в пользу Украины, является, безусловно, как вы сказали, дополнительная масштабная помощь, как классическими вещами, то есть наподобие снаряды и стволы, это основа основ, в буквальном смысле слова, в том числе и всякого рода новыми системами, будь то радиоэлектронная борьба для нейтрализации дронов, в общем, всего побольше, и в том числе достаточно простых вещей. И вот это всего побольше может и должно прийти в рамках пакета, когда, и если я считаю, что он все равно будет разморожен, и в итоге пройдет, и вот тогда можно будет задуматься о действиях активных и наступательных, но и здесь тоже есть но, противник не сидит сложа руки, и он готовится. И этих возможностей, огневых и технических, должно быть много, а главное, их должны уметь реализовать. И вот здесь тоже будут вопросы, потому что в 23-м году украинское командование было более-менее уверено, что имеющимися возможностями можно добиться результатов, и ставило далеко идущие задачи. Сделать этого не удалось, поэтому обязательным условием для успеха является не только масса оружия, но и работа над ошибками, и реализация этой работы над ошибками. Пока об этом говорить рано, по поводу работы над ошибками я просто не знаю, я не могу ничего судить, а вот с оружием нужно дождаться политических решений. Так что ситуация сложная, и она, безусловно, приняла характер затяжной войны, когда даже наступательные операции завершаются либо ничем, либо очень ограниченным успехом, и по большому счету так оно и происходило с момента освобождения правобережья Херсонщины, мы сейчас это задним числом понимаем, но захват Бахмута российской стороной путем в ходе этой Бахмутской мясорубки это, во-первых, не крупный успех, если бы надо так, если его оценивать, во-вторых, особой ценой и особый случай. Так что по большому счету позиционная война шла уже давно, только осознание этого пришло вот так вот четко, пришло после неудачи украинского наступления. Приближается весна, и в Главном управлении разведки ожидают, что в начале, уже буквально в марте, может быть новый виток боевых действий, с чем это может быть связано, как объясняет глава украинской разведки Кирилл Буданов, в начале весны наступление Российской Федерации, которая продолжается просто в эти минуты, может иссякнуть. Буданов заявил, что оккупанты хотели как можно быстрее продвинуться в Харьковской области, выйти на административные границы Донецкой и Луганских областей, мне даже близко ничего не получилось, однако вот само наступление продолжается. И говорит Буданов, что дальше все будет как по правилам любой игры. Ты делаешь ход, противник делает ход. Сейчас вот ход противника. Где-то в начале весны их силы иссякнут, этот ход закончится и начнется наш. Конец цитаты. Чего можно ожидать от весны, да и означает ли то, действительно ли можем ожидать, что весной вот это наступление прекратится, силы россиян иссякнут, им нужно будет восстановление, и будет ли, допустим, это то, что у них иссякнут силы, означать, что Украина уже должна будет пользоваться этим шансом и каким-то образом наступать, должны будут уже вооруженные силы. Давайте чуть-чуть с самого начала. Российская армия накопила после украинского наступления, российская армия накопила к этому моменту определенные резервы и решила воспользоваться осенью и зимой, имеющимися возможностями для территориальных приобретений и побед медийного характера и хотя бы небольших или относительно небольших побед, что называется, я имею в виду, на местности, то есть захвата городов и выхода на позиции. Я не думаю, что они прямо в рамках зимнего наступления могли даже подумать, поставить целью захватить всю Донецкую область. Это слишком амбициозная задача для них по мере этой войны в свете того же наступления на Бахмут. Донецкая область, это и Краматорск, и Слайвенск, и много чего другого. Их планы были явно захватить Абдеевку еще осенью и продвинуться дальше, чем это они сделали на сегодняшний момент. И весна здесь ключевой временной отрезок. Дело в том, что, понятно, накопленные резервы и ресурсы, они не безграничны. Они наступают, прилагая серьезные усилия. Это потери, это расходы техники, это много чего. И не может такое наступление продолжаться вечно. И очевидно, что весенняя распутница, ожидаемая, это тот временной отрезок, когда, видимо, наступательные действия придется резко свернуть, даже если у тебя сохраняются резервы. Поэтому до ее наступления они планировали и планируют до сих пор, видимо, добиться максимальных результатов. Я не знаю, что они ставили как задачу, минимум, максимум, но это понятно. А во время весенней распутницы все уже сложно, даже если у тебя есть чем наступать, можно разве что где-то это делать. Что касается украинской инициативы, возможно, то после условной весенней распутницы все будет, все, вопрос будет стоять в следующем, что украинская армия будет иметь в плане ресурсов. Это ключевой момент, причем ресурсов уже здесь и сейчас, которые будут поставлены. И главное понимание, что ресурсы продолжат поступать в ближайшие месяцы, потому что сегодня, когда неопределенность, я практически уверен, что украинцы экономят даже имеющиеся запасы, понимая, вдруг это придется растягивать на полгода, а не на два месяца. И поэтому мы просто не можем сейчас потратить то, что пригодится через пять месяцев. Поэтому очень важно и понимание, и то, что получат, и далее очень важно то, какими будут оценки собственных возможностей и возможностей противника, когда мы говорим о планировании наступления. Если эти подходы будут, подход будет реалистичный на основании уроков прошлого года, что вот они есть серьезные шансы с ресурсами и с новыми компетенциями, почему бы нет. Но пока вот эта вот комбинация выглядит менее вероятной, более вероятной выглядит комбинация, которая подразумевает активную оборону, успешную, оптимальную же успешную оборону и возможно использование каких-то местных шансов для атак и контратак с целью улучшения, улучшения ситуации на линии фронта, я имею в виду, локального характера, менее локального, требует серьезных ресурсов очень с пониманием об их наличии в ближайшем будущем и кое-каких изменений в сравнении с прошлым годом. Изменений серьезных. Субтитры создавал DimaTorzok